Согласитесь, очень удобный способ хранить свои персональные данные. При себе у вас и банковская карта, и мобильное средство связи. Но сотрудники полиции считают данный способ очень небезопасным, так как это может стать очень удобным способом и для злоумышленников. Именно такой чехол для мобильного устройства, в котором есть место и для пластиковой карты, стал причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Кража». Хотя телефон с банковской картой внутри, чисто технически, потерпевший потерял сам. А нашедший его молодой человек не стал ждать вознаграждения и поблагодарил себя самостоятельно. Перекусил в кафе, рассчитался в магазинах и даже приобрел себе криптовалюту. До момента блокировки со счета списали около 50 тысяч рублей. По аналогичному сценарию опустошили еще другое беспечное иркутянки. Девушка забыла телефон в такси, а два молодых человека, которые нашли мобильное устройство, убедились в том, что мобильный аппарат не заблокирован. Рассчитались встроенным средством электронной оплаты. Они прикладывали телефон к банковскому терминалу в магазин. На этом видео молодой человек присматривается к будущему объекту преступного замысла, убедившись, что никто его за руку не поймает, спокойно берет кошелек с прилавка и уходит прочь. Как вы видите сами, ничего сложного в его действиях нет. В Братске пенсионерка не вернула забытой другой покупательницей кошелек с деньгами и золотыми украшениями. Это тоже является кражей. На этой записи мужчина, воспользовавшись женской потасовкой, вполне незаметно совершает кражу. Никто и не заметил. Так его портрет из посетителя ресторана стал фото в ориентировке. Но речь сейчас пойдет не о преступниках. Они знают, на что идут. Пару слов о тех, кто пренебрегает бдительностью. И начнем, разумеется, с себя. Да простят меня мои коллеги. В нашей редакции женские сумочки тоже лежат без присмотра. Мне не составило труда, оставаясь незамеченным, взять телефон, три кошелька и паспорт. Пять из пяти. Необходимо помнить, что у преступников нет выходных и праздники. Для него, наоборот, время чрезвычайной активности. Человек теряет бдительность и, возможно, оставляет, забывает. В период как раз определенного массового ажиотажа, повышенной потребительской активности в толпе, в торговых центрах, в магазинах, в переполненных автобусах на преступник, когда выбирают жертву, он, как правило, идет по пути наименьшего сопротивления. Чем легче ему достанутся те или иные денежные средства и имущества, тем быстрее он сделает выбор именно на этом способе преступления. Именно эту жертву он изберет. Если вы узнали людей на этих кадрах и знаете о их предполагаемом месте нахождения, просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Алексей Килевра, Александр Барановский. Новости сейчас.